МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. С главными темами дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. И сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родился в рубашке. Машина задела мост. Водитель остался жив. Как повысить инвестиционный потенциал республики? Ответ искали за круглым столом. Обещание выполняем. Четыре семьи из Туфси заселились в новые квартиры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минувшую ночь у Чувашии вновь появилась во всех информагентствах России. В Маргаушском районе на трассе М-7 обрушился строящийся мост. Водитель грузовика, который врезался в объект, можно сказать, родился в рубашке. Многотонная конструкция буквально раздавила кабину, но мужчина из нее выбрался сам и даже не стал обращаться за медицинской помощью. Основной удар пришелся на пассажирское кресло. На место происшествия были экстренно стянуты все оперативные службы. Металлический мост с проезжей части убрали при помощи специальных кранов. Движение по дороге было перекрыто на три часа. Чтобы не создавать километровых пробок, все машины направляли в объезд. Пешеходный переход на этом участке в Маргаушском районе над трассой только начали устанавливать. Как он мог обрушиться, сейчас выясняет специальная комиссия. Но уже точно известно, в пути у грузовика произошла серьезная поломка. Как выяснилось, водитель грузовика ехал с поднятым кузовом и задел мост, в результате чего произошло обрушение. Погибших и пострадавших нет. Еще одно резонансное происшествие минувшей ночи. В Чебоксарах нетрезвый водитель, скрываясь от сотрудников ГИБДД, совершил ДТП со смертельным исходом. Трагедия произошла в Новоюжном районе Чебоксар, на перекрестке улицы Хузангая и проспекта 9-й Пятилетки. Незадолго до происшествия экипаж ДПС попытался остановить автомобиль ВАЗ-2112. Незаконные требования полицейских водитель проигнорировал. Тогда стражи порядка передали ориентировку на него всем нарядам, дежурившим в городе. Требование остановиться другого экипажа водитель снова проигнорировал и попытался скрыться. Момент погони отчетливо зафиксировал видеорегистратор, установленный в полицейской машине. Столкновение с иномаркой было таким сильным, что пассажирка ДЭО скончалась на месте происшествия, а водитель в тяжелом состоянии доставлен в БСМП. Различные травмы получили предполагаемый виновник происшествия и его 20-летняя пассажирка. Как выяснилось позже, за рулем ВАЗ-2112 был 28-летний молодой человек, ранее лишенный водительского удостоверения до июля 2014 года. Медицинское свидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что это далеко не первый его вояж за рулем в пьяном виде. Сейчас в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия инспекторов ДПС признаны правомерными. К другим новостям. Инвестиционный климат региона станет еще благоприятнее. На это должны нацелиться не только органы власти, но и местные предприятия. Промышленность Чувашии, в свою очередь, демонстрирует неплохие показатели. Их прибыль увеличивается с каждым годом. Как итог, отмечается и рост инвестиций в капитал. Только благодаря таким ударникам республике удается выполнить все социальные обязательства перед жителями. Об этом сегодня зашла речь за круглым столом, за которым собрались руководители крупных предприятий. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Промышленный рывок уже очевиден. Многие предприятия по итогам прошлого года сработали с большим плюсом. Новые проекты, новые заказы, увеличение заработной платы работников. Только в 2011-м в уставной капитал удалось направить более 40 миллиардов рублей. Сейчас обгоняют и эти показатели. Передовикам промышленности власть будет помогать, отметил глава республики. А это уже точная гарантия минимизации возникающих проблем. Я всегда с гордостью говорил и говорю, на самом деле, то, что у нас нет нефтегазовых долларов, других природных ресурсов. На сегодняшний день мы вкладывали и будем вкладывать вместе с тем человеком. Вложение в рабочую силу – благая и важная задача. И стремиться к этому должны все предприятия, отметил Михаил Игнатьев. В вопросах улучшения инвестиционного климата власть и бизнес – неразрывные партнеры. Республика старается всячески поддерживать промышленность. Уже расписаны планы и на случай прогнозируемых кризисных явлений. Если будут возникать какие-то кризисные явления, связанные с экономикой, о которых говорят, то хотелось бы отметить, что Чувашская республика заключает соглашение с стратегическими партнерами, в число которых входят в том числе и ваши крупнейшие покупатели. Поэтому здесь мы открыты для диалога. Вливание в процесс приносит положительные результаты. Только в прошлом году предприятия заработали более 140 миллиардов. На дальнейшую модернизацию ставку делают все. Каждое предприятие в республике может похвастать своим ноу-хау. Вот одна из таких разработок – прибор для защиты от помех. Это оборудование устанавливают в приемниках системы ГЛОНАСС. Датчик буквально блокирует негативные волны. Новая линейка продукции в НИИРа недавно была представлена судостроителям и энергетикам. За последнее время мы достигли значительных успехов в работе с РУСГИДРО. Так наша дочерняя компания в НИИР ГИДРОЭЛЕКТРОВТОМАТИКА успешно реализовала ряд проектов в качестве генподрядчика, главной компетенцией которого являлось управление проектами. Свои планы на два года вперед обрисовали руководители предприятий, которые входят в так называемый клуб миллиардников. Приоритеты у многих – расширение производственных баз, появление новых рабочих мест. Причем некоторые работают не только на одноразовые заказы. Удается увеличивать и долю долгосрочных контрактов. Нас очень радуют госконтракты, которые вселяют в нас уверенность в завтрашний день, поскольку некоторые из них заключаются и уже заключены на период до 2015 года. Есть контракт на поставку наших систем для самолетов Су-34 по гособоронзаказу, который вообще подписан до 2020 года. Необходимо соблюдать взятые обязательства, отметил глава региона. Первоочередных задач немало. Строительство детских садов, социального жилья, повышение заработной платы. Реализовать эти планы в регионе бесприродных богатств возможно только благодаря эффективной работе промышленной элиты. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Четыре семьи, пострадавшие при взрыве бытового газа в деревне Туфси Цивильского района, как и было обещано до конца января, заселились в новые квартиры. О том, как устроились семьи на новом месте, в нашем репортаже. Ольга Иванова с семьей вчера переехала в новую квартиру. Говорит, что без помощи знакомых и коллег не справились бы с бедой. В Туфсе у них было небольшое хозяйство. Держали коров. Туда они по-прежнему ездят на работу, но из имущества у них ничего не сохранилось. Мы мебель мало привезли. Телевизор у нас сломался. Холодильник тоже сломался. Надо теперь заново купить. Обещали дать пока на руки. На руки обещали дать по 50 тысяч. Ольга рассчитывает, что на 150 сможет купить все, что необходимо для жизни. Ой, помощь очень большая. Я хочу большое спасибо сказать и администрации, и отдела образования, и своей заведующей. Всем, всем, всем. Конечно, все помогли. И транспортом. Они сами обеспечивали. Очень большой. Им поклон прям. И квартиру они все нам сделали. В прошлом году в поселке Опытный Цивильского района построили новый дом. 11 квартир пустовали. Администрация района решила выделить им это жилье. За неделю успели отремонтировать. Другие четыре семьи решили жить у родственников. Жилье, которое находится в этом доме, будет предоставлено по условиям коммерческого найма. После завершения строительства все жители, то есть тоже они заявление все написали, они все вернутся в Тувчинское сельское поселение. Семьи будут жить здесь до того дня, когда в их родной деревне построят новый дом. 20 человек и 10 единиц техники ведут разбор завалов. Генеральный директор строительной фирмы говорит, что работают с опережением. И сдать дом готовы на месяц раньше срока. Мы уверены в том, что этот дом будет построен и заселен. Для себя мы график ставим не на 1 октября, а ставим на 1 сентября. Используем весь световой день и без выходных. И этот период, и этот темп движения работы мы будем сохранять до сих пор, пока мы не построим этот дом. Как только новый дом построят и он будет пригоден для жилья, все восемь семей вновь переедут. Уже обратно, в родную деревню. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Николай Яковлев, Республика. В Чебоксарах вынесли приговор виновнику аварии, которая произошла 19 сентября прошлого года. Напомним, на перекрестке Эгерского бульвара с улицы Ленинского комсомола пассажирский УАЗ отдела полиции номер 2 управления МВД по городу Чебоксары столкнулся с грузовой газелью. В результате ДТП пострадали 8 человек, в том числе водитель газели. Трое сотрудников полиции, четверо задержанных, находившихся в УАЗе. Все в пострадавшие обратились за медицинской помощью. Следственным отделом по городу Чебоксары и судом установлено, что сотрудник полиции, управляя служебным автомобилем, нарушил правила дорожного движения. Не снизил скорость, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с другим автомобилем. Приговором Калининского районного суда города Чебоксары полицейский водитель отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции управления МВД по городу Чебоксары признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Кроме того, он также лишен права управления транспортными средствами сроком на два года, пока приговор суда не вступил в законную силу. Грабеж среди бела дня. Пожилая женщина шла на остановку, как вдруг почувствовала, что кто-то выдергивает у нее сумку с плеча. Этот молодой человек был задержан по подозрению в совершении грабежа. Около 10 часов утра во дворе дома 17-25 по проспекту трактора строителей прямо на глазах прохожих он вырвал сумку из рук 70-летней женщины. Женщина побежала за молодым человеком и стала кричать, звать на помощь. В это время на улице находились другие граждане, которые тоже стали догонять этого молодого человека. Проходившие мимо сотрудники невестной охраны, которые находились на маршруте патрулирования, сразу поспешили на помощь к этой женщине и задержали молодого человека. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Ранее 22-летний чебоксарец уже привлекался за аналогичное преступление. Парень освободился из мест лишения свободы в декабре прошлого года, где пробыл почти 5 лет. Сейчас стражи порядка проверяют его причастность к совершению похожих преступлений. Следует отметить, что в этой ситуации потерпевшей повезло. Сотрудники полиции оказались неподалеку. Но как же быть, если вы подверглись нападению, а рядом никого нет, чтобы попросить о помощи? Ну, во-первых, конечно же, нужно оглядеться. Если человек увидит фонарь синего цвета, так скажем, маячок так называемый, на каком-нибудь из объектов, в магазине ночном, в ларьке, то в обязательном порядке нужно обратиться за помощью. Этот маячок говорит о том, что там установлена кнопка вызова полиции. Персонал этих объектов проинструктирован. В обязательном порядке нажмет на кнопочку и вызовет полицию. Приезжавший наряд окажет необходимую помощь. На сегодняшний день по всей республике установлены более 500 таких синих маячков. В поле зрения полицейских попал еще один житель АллатРа. В ходе обыска стражи порядка изъяли у 36-летнего мужчины нож в ножнах. 8 патронов калибра 5,6 мм. Металлическое изделие, похожее на шпагу. Пистолет «Кольт-Анаконда» с шестью патронами в барабане и еще один разобранный пистолет. По словам мужчины, он является любителем коллекционером оружия. Весь этот арсенал приобрел и привез из Москвы. Криминалистическое исследование признало часть патронов боеприпасами, а нож – холодным оружием. Сейчас в отношении ранее судимого АллатРа решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Чувашском отделении Сбербанка России вручили премии лучшим журналистам, освещавшим в течение 2012 года финансовые и экономические темы. Одними из победителей и обладателями премии Сбербанка в этом году стали и журналисты национальной телерадиокомпании. Церемония награждения проходила в стенах Музея сберегательного дела. Творческий конкурс журналистских работ существует уже 12 лет. Ежегодно в нем принимают участие не только ведущие СМИ Республики, но и достаточно молодые издания. Министр Валентина Андреева отметила, что, будучи журналистом, сама участвовала в этом конкурсе и становилась победителем. Вас избранных поздравляю за слушанные награды. Я думаю, что Николаевич показал все работы. Конечно, мне очень радостно видеть среди списка награжденных огромное, даже подавляющее количество, это наши средства массовой информации, учителями которых и является Государство, Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. Отрадно видеть и то, что среди награжденных есть частные издания. Среди призеров и награжденных были и республиканские издания, практически все республиканские издания, это и в Советской Чувашии, это ХПАР. И думаю, что сегодня в числе награжденных тоже люди достойные и люди, которые действительно своим отношением к СМИР Банку показали отношение к обществу. Потому что мы всегда говорим о том, что практически каждый житель республики является вкладчиком СМИР Банка. Вручая награды, управляющий Чувашским отделением СМИР Банка Вячеслав Александров также отметил важность работы журналистов для повышения финансовой грамотности населения и информирования клиентов СМИР Банка. Конкурс «Деловой перо» помогает выявлять и поддерживать талантливых журналистов, пишущих на темы экономики, бизнеса и финансов. Лучшие профессиональные работы тружеников пера и микрофона были отмечены по нескольким номинациям. Редактор национального телевидения Галина Титарчук была признана победителем в номинации «Яркое слово». В Чебоксарах впервые заработает школа волонтеров. Администрация города совместно с молодежным правительством всерьез занялась созданием единой базы волонтерского движения. Это поможет юношам и девушкам из Чувашии более активно участвовать в организации проведения массовых мероприятий. Подробности в следующем сюжете. «Хлебом не корми, а дай лишь только поработать» – это выражение характеризует волонтеров, отзывчивых и легких на подъем, энтузиастов своего дела. Если до этого волонтеры появлялись в первичных структурах при вузах и СУЗах, то сегодня остро назрел вопрос объединениях в единую базу. Это позволит организовать отряд ребят, готовых в любое время выехать на определенное место. «Сейчас у нас как раз организуется школа волонтеров, как раз где создается эта база. У нас будет четко структурированный список, который будет подразделять всех ребят, которые готовы принять участие в разных мероприятиях. То есть у нас будет база, в которой можно сразу сказать, что ребята вы нужны, ребята придут и сделают. Не то, что там набирать откуда-то слева из-под палки». Школу волонтеров планируется проводить в начале февраля. Состав формируют из 30 молодых неопытных волонтеров. Получив необходимое знание, ребята примут участие в организации проведения «Лыжней России-2013» в нашем городе. Пока же принимаются заявки в группе «Школа волонтеров» в социальной сети ВКонтакте. «Школьник должен каждый сам. Заходит в эту группу, там есть анкета, через Google документ. Участник заполняет, ну предполагаемый участник заполняет эту анкету. Порядка там 10 вопросов. Вопросы стандартные, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы, может быть место работы, телефон для связи, электронная почта и те направления, которые ему интересны». Помимо этого стартовал конкурс на создание логотипа и слогана волонтерского движения. Работы принимаются до 15 февраля. Регина Тимофеева, Николай Яковлев, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин